Приветствую вас. Сегодня общался с депутатом партии Свобода. Ну как не сложно догадаться, конечно они ждут выборов. Но он высказал такую мысль, что надо не только выборы Верховной Рады делать, но и переизбирать президента. Ну скажем так, я так представляю, представляет интересы отдельных политических сил, которые считают, что Порошенко не выполнил заветы Майдана. Сделал не так, как хотели. Я с этим не согласен. Ну выборы не выборы, это дело такое житейское. Но я считаю, что обвинять Порошенко в том, что не выполнил заветы Майдана, это неправда. Как раз он выполнил. Мало того, разоворы, что если был другой, он бы сделал... Нет. Вот как раз, если был бы другой Порошенко, скорее всего, действительно, цели Майдана были не достигнуты. Ну давайте разберемся в порядке. Смотрите, ну вот уже скоро будет третья годовщина Майдана. Какой был главный лозунг, и ради чего люди на Майдан бегали? Это все очень просто. Но если помните, Янукович сказал, что не будет подписываться в соглашение про ассоциацию. Тут же сразу была запущена такая информационная, скажем, ну хотите, информационный поток. Я бы не назвал бы это уткой. Информационный поток. Который для толпы был очень понятным. Если Янукович не подписывает соглашение про ассоциацию, не будет безвизового режима. Если не будет безвизового режима, не сможете ехать на заработки в Европу. При этом тут же сразу подключился другой поток, где начали говорить. Если подпишем соглашение про ассоциацию, сразу будет безвизовый режим. Можно будет ехать на заработки в Польшу, а там платят всем по 1000 евро. Вот этот лозунг, по 1000 евро будет всем, шикарно пошел. Поймите, люди, народ довольно циничный, но травматичный. Когда они услышали этот лозунг, что у них хотят забрать 1000 евро, вот по этой причине не вышли на Майдан. Ну, дальше там уже, конечно, все. Действительно, если обратили внимание, довольно много было в Западной Украине. Но не только Западной, в Центральной тоже, и даже в Восточной. Потому что вот этот лозунг, как только подписан соглашение про ассоциацию, будет безвизовый режим, будет 1000 евро, работал безотказ. Я несколько раз пытался объяснить, рассказывать, что никакого отношения соглашения до безвизового режима не имеет. Мало то, безвизовый режим запрещает работать. Но, что тут сказать? Чаще всего мне доводы приводили, что я ничего не понимаю, что Майдан понимает. Психиатры, наверное, как-то по-умному могут назвать это заболевание. Но я бы сказал так. Люди сами придумали миф, самый настоящий. Вот это ассоциация, безвизовый режим, 1000 евро. И потом сами еще обсуждали. Вот это был главный лозунг Майдан. Да, и Порошенко это сделал. Да, безвизового режима нет. Скорее всего, его не будет. Но, вот смотрите. Польша, скажем, де-факто, сделал безвизовый режим. Да, на сегодняшний момент, ну, фактически, поехать на заработки в Польшу, ну, довольно просто. Мало того, поляки с удовольствием дают визы, полосрочные визы, трудовые визы. Что называется? Цель Майдана достигнута. Ради этого люди хотели. Чтобы поехать на заработки, ну, в Европу, в Польшу, и заработать 1000 евро. Да, некоторые зарабатывают 1000, я думаю, еще и некоторые по 5000 зарабатывают. Кто-то зарабатывает 400 евро. Ну, кому как повезло. Но, в принципе, еще раз повторяю, обвинять Порошенко, что он не выполнил цель Майдана, не правильно. Цель Майдана была одна. Толпа хотела поехать в Европу на заработки. И она сейчас имеет возможность поехать в Польшу, в Венгрию, например. На заработки, в Литву тоже. Ну, куда еще там? Ну, в Италии. Так что, тут, в этом варианте, все четко. Еще раз повторяю, что если бы даже сейчас были бы выборы, скорее всего, Порошенко бы выиграл. Потому что толпа довольна. Она, ну, скажем так, мечта их осуществилась. То есть, они могут теперь ехать на заработки в Европу за свои тысячи евро. Так что, сегодня это просто.